Всем привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим с вами про работу в Венгрии. Сегодня пришли в компанию VisaStuff, и менеджер Вероника расскажет нам про работу в Венгрии. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, Вероника, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос сразу к вам. Почему выгодно ехать в Венгрию? Часто люди рассматривают только работу Польши, Чехии, Германии, а Венгрия как-то выпала из виду. Почему туда выгодно ехать, и почему вы рекомендуете туда ехать? Добрый день, уважаемые наши друзья. Хороший вопрос на самом деле. Сразу, наверное, хочется отметить о том, что если мы хотим трудоустроиться в кратчайшие сроки, то Венгрия как раз нам помогает в этом формате. Ни для кого не секрет, что для работы в Польше нам понадобится с вами разрешительный документ, такой как о святчине. Он в изготовлении занимает у нас как минимум несколько недель. А мы решили с вами ехать в ближайшие недели. Понимаем, что нам необходима работа легальная и со стабильным заработком. Вот Венгрия как раз готова помочь и открыть ворота для будущих своих работников. Что же вам понадобится для этого? По документации, Андрей, необходимо иметь обычный биометрический паспорт. При этом два фактора. Если мы начали с вами уже говорить за Польшу, мы можем находиться с вами в визовом коридоре, если мы отработали уже полгода. Для этого вы возвращаетесь уже в Украину, оформляются документы, в течение пяти дней, так называемое разрешительное письмо, и вы пересекаете границу уже по биометрическому паспорту, несмотря на то, что вы находитесь в польском коридоре. Данная документация никак не пересекается. То есть, условно, это Венгрию могут активно рассматривать люди, у кого сейчас после Польши визовый коридор, и они должны полгода сидеть дома, и Венгрия будет хорошая альтернатива для этого. При этом, обратите, пожалуйста, внимание, что не только та категория граждан, которая попала у нас в визовый коридор, может рассматривать Венгрию. Это может быть точно так же и чистая биометрия, то есть полноценные 90 дней, либо же неполная биометрия, но минимальный срок ее на момент приезда в Венгрию должен составлять 45 дней. Сколько же можно там заработать? Сколько затрат на документы, на доезд, вот эти все факторы, чтобы сопоставить и понять, выгодно ли, в принципе, ехать на работу в Венгрию? Конечно, выгодно, потому что первоначально, ребята, мы должны понимать с вами, какой график работы нас там с вами ждет. Все уставшие после Польши, 12 часов шестидневка, хотят отдохнуть, и, возможно, наверное, этот визовый коридор бы позволял людям отдохнуть на диванах, но нет, едем работать в более лайтовых условиях. Что это значит? Мы работаем с вами пятидневку по 8 часов, при этом будут включены и дневные, и ночные смены. Сразу же сделаем акцент, графики назначает вам принимающая сторона. Касательно вопроса заработка. Ориентировочный заработок ваш 500-600 долларов. При этом у вас есть перечень бесплатных услуг. Что же это такое? Из Мукачева предоставляется бесплатный трансфер для наших граждан, прям к офису принимающей стороны. По факту приезда в Венгрию, каждому вновь прибывшему работнику будет сделан тест на коронавирус. В этот период ожидания вам предлагается продуктовый набор, так называемый сухпайок, чтобы это было более понятно от принимающей стороны. Когда вы уже получаете результат данного теста, за счет компании организовывается трансфер уже на бесплатное проживание, на постоянной основе. Параллельно предлагается еще карта, она называется продуктовая карта, номинал которой составляет 1000-1200 гривен. Эта сумма вам позволяет совершать покупки в супермаркетах, обналичивать вы эти деньги не можете. Поэтому, если мы с вами перечислим факторы, то как минимум 5 факторов на бесплатной основе будет предлагаться будущему работнику. То есть это и доезд, и питание, и проживание бесплатно, и зарплата, в принципе, если сопоставить все растраты, когда мы едем в Польшу, платим за жилье, за еду, то плюс-минус оно сопоставляется, тут чистым заработок, 500-600 долларов получится. Совершенно верно. При этом, если вы уже знаете, те люди, которые работали в Польше, единицы возвращают вам затратную часть по Украине за билеты. Принимающая сторона готова возмещать данную стоимость. Просто необходимо предъявить билет, который вам понадобился от доезда до Мукачева. Какие нужны вот навыки для того, чтобы поехать в Венгрию, и кто может ехать, да? То есть это либо мужчины, либо только женщины, либо кто угодно, и семейные пары. И какие нужны навыки? То есть все ли могут ехать? Категория граждан, на самом деле, это должна быть возрастная категория от 18 лет, желательно до 54, потому что не все вакансии готовы рассмотреть старшую возрастную категорию. Что мы должны с вами делать? Это обычный мануальный труд. Это идет сборка определенных компонентов. То есть вам показывают, вас обучают по определенным схемам. Чтобы было более понятно простым языком, это сборка конструктора. Ничего сложного, вы работаете сидя, зачастую больше, как бы, да, у вас функционал происходит вот с определенными столами. То есть у каждого кандидата есть свое стационарное рабочее место. По этой сборке, без применения какой-либо физической нагрузки, вы работаете в таком темпе 8 часов. То есть предоставляется вам стол, стол, да, вы уже приспосабливаетесь, как работать? В основном, конечно, работают. Да, совершенно верно. Касательно документов, которые должны иметь каждый кандидат, это биометрический паспорт и страховка. На 90 дней. Опять же, да, как бы вот вернемся к моменту. Если вы едете уже по неполной биометрии, тогда вы покупаете страховку сроком на то количество дней, которые остались у вас по биометрическому паспорту. В принципе, на этом у меня вопросов нет, все понятно. Венгрия достаточно неплохая альтернатива для Польши. Так что, в принципе, есть все шансы туда ехать и зарабатывать деньги. Поэтому... Обращайтесь, пожалуйста, к компании Visa Staff International, готова ответить на все интересующие вопросы. Да. Спасибо за просмотр. До встречи на следующих видео. До свидания. До встречи на следующих видео.